У вас были вопросы, какими инструментами для построения выкроек вы пользуетесь, какое лекало используете, на что обратить внимание? Ну, какое лекало я использую? Конечно, я использую вот это лекало. Многие уже, кто его смотрит, вы видели прекрасно, как оно называется французское перо. Мне нравится оно тем, что оно удобно для того, чтобы мы прорисовывали плавные, текучие, красивые линии, украшали наши изделия, да? Ну, и здесь очень удобно наносить припуски, потому что вы знаете, что я не делаю припуски везде одинаковые, что на разных участках нашей выкроеки припуски у нас абсолютно разные. Еще на ткани я пользуюсь вот такой прозрачной линеечкой. Она примерно один метр длиной. Это мне нужно для того, чтобы размечать ткань, для того, чтобы проводить параллельные линии. Мне нравится, что она прозрачна, потому что прозрачные линии, линеечка позволяет проводить параллельные линии. Вы знаете, что я одну провожу, по которой шить, а вторую линию провожу, по которой мне нужно вырезать. И расстояние между первой и второй равно припуску на обработку данного участка. Вот больше других инструментов, ну, кроме сантиметровой ленточки, у меня при раскрое я не использую. Что я еще использую при раскрое? Я использую при раскрое вот такие вот самые исчезающие мел-невидимка, он называется. Это фактически мыло, но очень твердое мыло. Вот именно эта фирма, как она называется, стронг, мне нравится больше всего, потому что они не оставляют жирных пятен, они достаточно крепкие, они позволяют использовать мелочек до конца, и мы работаем им. Конечно, есть еще и фломастеры, самые исчезающие, которые нужно проверять обязательно, прежде чем использовать. И про них тоже очень много написано. Какие-то из них проступают, когда вы заморозите их в холодильнике, но я думаю, что мы наши платьишки вряд ли будем использовать, морозить в холодильнике. Для нас важнее, конечно, чтобы это исчезало от утюга, от пара, а не то, что мы счищаем какой-то тряпочкой. Вот, что еще я использую в своей работе? Я использую обыкновенную гладильную доску. Она у меня выполнена из ДСП, для того, чтобы и много-много раз обтянута уже. То есть я тот чехол, который я использую, я его не убираю, как правило, покупаю новый и одеваю туда заново. И у меня сложилась уже вот такая вот подушечка из этих чехлов. Основа этой самой простой доски ДСП, потому что все, что металлическое, с отверстиями вот такими, вы знаете, что со временем этот алюминиевый, вот эта подошва на доске, она прогибается как-то, становится волной. И это мне, конечно, очень не нравится. Поэтому я такие не использую. И вообще, чем проще инструмент, который мы применяем, тем лучше. Хотя, конечно, отказываться от каких-то достижений сегодняшней, удобных каких-то вещей тоже не стоит. То есть, ну, каждый выбирает для себя, что ему нужно. Что-то какие требования к гладильной доске я предъявляю. Прежде всего, мне нужно, чтобы она не была широкой. Вот моя гладильная доска на 32 сантиметра. Поэтому она позволяет прокручивать на ней любой размер. 44-й тоже туда спокойненько устраивается. Вот. Что еще я использую? Я использую, конечно, на рукавничке. У меня есть вот такая вот история. Очень крепкая, деревянная. Очень удобно ей пользоваться. И все, что мне нужно мелкого какого-то сделать, я работаю что-то сутюжить. Я работаю вот на этой вот конструкции. Она мне очень нравится. Ну, тоже, вашему вниманию, в интернете очень много таких историй. Выбирайте себе по вкусу. Ну, и, наконец, у меня есть то, что заменяет мне вот этот деревянный утюжок. Вот такая штука. Это покрытие у него такое, которое не нагревается, да. И я вот так вот застаиваю припуски, когда мне это нужно. Или подкладываю куда-то, когда мне горловинку нужно поутюжить. Или еще что-то сделать. Вот, собственно, и все. Тот небольшой арсенал средств, которые я использую в работе. Ничего необычного я не применяю. То есть я так привыкла, я так работаю, мне этого вполне достаточно.